Валерий Седов Новогодние каникулы для рязанцев по традиции прошли в кругу друзей и семьи. Несмотря на морозы, в первые январские дни на центральных площадках устраивали мероприятия с мастер-классами и интерактивными выступлениями для детей. О том, чем еще занимались рязанцы в празднике, расскажем далее. Культовые советские фильмы общения в кругу близких родственников и друзей. Порядок предпочтений рязанцев остался неизменным. К тому же начало нового года ознаменовали сильные морозы. Именно поэтому многие горожане предпочли провести новогодние праздники в уюте домашнего очага. Ничего. Отдыхала, кроссворды разгадывала, телевизор очень много смотрела. Так что ничего интересного. Дом сидели, что рассказываете. Холодно был, мороз. Ну, одним словом, смотрели телевизор и обменивались мнениями. И вспоминали то, что у нас хорошее было. Несмотря на стужу на центральных площадках города, праздничные мероприятия все-таки частично провели. На Лыбецком бульваре звучали песни в исполнении рязанских кавер-групп. В мастерской Дедушки Мороза провели мастер-классы для детей. А в торговом городке гостей угощали горячими напитками и выпечкой. Что мы делали? Отдыхали. В торговом городке были пирожки, чаек пили, душили. На детские представления ходили. А тут вот в лесопарке мы ходили на мастер-классы. Нам понравилось. Отлично провели новогоднюю каникулку. Провели с семьей. Ну, потом выходили погулять чуть-чуть. Ну, так в целом, вот выходные пока проходят. Гуляем по лесопарку. Мы пришли в лесопарк вчера. Здесь было очень красиво. Сходили вот. Туда немножко дальше. Там тоже везде фонарики. Ну, очень красиво в Рязани в этом году. А впереди еще старый Новый год. Его в России охотно отмечают в ночь с 13 на 14 января. По новому стилю. Фактически, по юлианскому календарю, 2024 год начнется только с 15 января. Но в этот раз погода обещает быть сносной. Так что у рязанцев еще будет время прогуляться по сказочным локациям. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В Рязани открылся обновленный манеж «Юность». О ходе заключительного этапа ремонта мы уже рассказывали. На ремонт учреждения городские власти потратили около 32 миллионов рублей из резервного фонда регионального правительства. На эти средства полностью заменили покрытие и беговые дорожки. Привели в порядок стены и крышу. Обновили входную зону. Сегодня все работы завершены. Обустроены полный 200-метровый круг. Размячены старт, финиш и сектора. Рядом еще две разминочных беговых дорожки. Спортивная школа Олимпийского резерва «Юность» работает по таким направлениям, как легкая атлетика, спортивная гимнастика, спорт для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. С 1 января 2024 года вступают в силу многочисленные изменения в законах и правилах, которые коснутся миллионов россиян. Среди них индексация пенсии неработающим пенсионерам и минимального размера оплаты труда, иначе говоря, МРОД. Увеличение лимитов налогового вычета и, например, подорожание техосмотра автомобилей. Об этих и других изменениях расскажем далее. Главная тема января – выплаты. Так, МРОД, минимальный размер оплаты труда, проиндексирован на 18,5%. Теперь это 19242 рубля. В денежном эквиваленте – плюс 3000 рублей. Ожидается, что такая прибавка затронет около 4,8 миллиона россиян. Напомним, от величины МРОД зависит размер пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, больничных и других выплат социального страхования. Вторая тема выплат – индексация пенсий. На 7,5% с января. То есть больше на 8000 рублей. А пенсия по старости вырастет на 1600. Сейчас средняя пенсия россиян, по словам депутатов, составляет 23405 рублей. На увеличение пенсии потратят 234 миллиарда рублей из бюджета. Индексация коснется и прожиточного минимума. Тоже на 7,5%. Теперь он составит 15453 рубля. Для трудоспособного населения – 16844. Вырастет показатель на чуть больше, чем 1000 рублей. Маткапитал пересчитают. С февраля сумма на рождение первенца – 631 тысяча рублей. А при рождении второго – 833 тысячи рублей. Вырастут и выплаты по больничному в полтора раза. Здесь же размер пособий по уходу за детьми до полутора лет, по беременности и родам. Последние вырастут до 565 тысяч рублей. Выплаты по уходу за ребенком поднимут до 49 тысяч рублей. Максимальная величина начислений по больничному в 2024 году превысит 122 тысячи рублей в месяц. Теперь о налогах. Переехавшим за границу россиянам разрешат платить НДФЛ по общей ставке. То есть 13%. И 15%, если заработок свыше 5 миллионов рублей в год. Помимо прочего, новый порядок налогообложения тем, кто работает из-за границы, упростит налоговым агентам администрирование. И они смогут не проверять, являются их работники налоговыми резидентами или нет. Техосмотр подорожает. С января в большинстве регионов он вырастет на 12%. В большинстве своем тариф такой. С 913 рублей сумма вырастет до 1022. В целом, по прогнозам Центробанка, инфляция составит от 4 до 4,5%. Ожидается, что цены вырастут на молочные продукты, кофе, соки, рис и другие товары. А в июле проиндексируют тарифы на оплату ЖКУ. Аж на 9,6%. Но, конечно, зависеть это будет от региона. И к другим новостям. С января повышается верхняя планка призывного возраста с 27 до 30 лет. При этом нижняя планка остается прежней – 18. Важное примечание тем, кому 27 исполнилось в 2023 году. Под призыв они не попадают. А вот для водителей 2024 год обещает быть спокойным. Проект нового КАП пока не обсуждается. Техосмотр практически отменен. И сюрпризов в области ОСАГО не обещают. Изменения в основном мелкие, которые касаются, например, требований установки камер фотофиксации, нарушений и так далее. Но об этом в другой передаче. 2000 нарушений правил дорожного движения и почти 40 пожаров. Такова статистика происшествий за минувшие новогодние праздники. С 30 декабря по 8 января. Более подробно в нашем следующем репортаже. Пожары в Сапожковском, Рыбном, Ряжском и в самой Рязани вряд ли позволили их жителям радостно провести новогодние праздники. Несмотря на предупреждения от МЧС, с 30 декабря по 8 января горело много где. С начала года на территории Рязанской области зарегистрировано 36 пожаров. За аналогичный период прошлого года 29 пожаров. Погибло 5 человек. За аналогичный период прошлого года 3 человека. Основное количество пожаров произошло в жилом секторе и на автотранспорте. Основными причинами пожаров являются недостаток конструкции и изготовления электрооборудования, неосторожное обращение с огнем, неисправность печного отопления, неисправность систем и механизмов автотранспорта. В МЧС рассказали, что рост цифр связан с погодой. То есть температура упала на 10-15 градусов и население активно стало включать отопительные приборы и электрическое оборудование. Нагрузка на сети плюс неправильная эксплуатация. В общем, последствия печальны. Поэтому сотрудники МЧС стали чаще проводить профилактические беседы с населением. Во взаимодействии с представителями органов местного самоуправления, правоохранительных органов и добровольческих организаций проведено свыше 4000 подворовых обходов, в ходе которых проинструктировано 4460 человек. Распространено более 4000 памяток о мерах пожарной безопасности. Вопросы пожарной безопасности рассмотрены на 29 исходах с гражданами с охватом более 300 человек. Вторая причина пожаров – нарушение требований безопасности водителями. Здесь и длительный прогрев машин, и некачественный антифриз. В целом статистика по ситуации на дороге куда плачевнее, чем по пожарам. Это если сопоставлять данные. Инспекторы Дорожно-патрульной службы госавтоинспекции выявили свыше 2000 нарушений ПДД РФ, в том числе 53 факта управления транспортными средствами в состоянии опьянения, 20 отказов от прохождения медицинского освидетельствования, а также 10 фактов управления ТС в состоянии опьянения повторно. Выявлено 199 нарушений, связанные с управлением тонированным автомобилем. 52 нарушения совершили пешеходы. Выявлено 32 нарушения, связанных с перевозкой детей. А также 63 нарушения допустили водители грузовых автомобилей. И 3 нарушения допустили водители автобусов. 21 ДТП, 1 погибший и больше 30 человек, получивших травмы различной степени тяжести. 30 декабря 2023 года, примерно в 3.40, в Скопинском районе, на 261-м километре автодороги Р-22 «Каспий», 47-летний житель Саратовской области, управляя автомобилем «Шевроле Лачетти», по предварительной информации, совершил наезд на 51-летнего женщину-пешехода. В результате происшествия женщина-пешеход от полученных травм скончалась на месте ДТП. 8 января этого года на улице Южный Промузел водитель «Форд Фокуса» столкнулся с «Шевроле Ланос». Как результат, водитель и пассажиры последнего, дети возрасте 4 и 14 лет, получили травмы и были госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства уточняются. Рождество – светлый праздник, любимый даже теми, кто от религии далек. Огоньки, гирлянды, наряженные елки, конфеты и подарки, встречи с близкими и душевные вечера в кругу родных, ассоциации у каждого свои. Но суть праздника религиозная. В христианстве это важнейший праздник. В ночь под Рождество во всех храмах проходит особенная служба. Кафедральный собор Рождества Христова. Старинный храм – первое каменное здание на территории Рязанского Кремля и одно из древнейших сохранившихся зданий региона. Здесь, под этими древними сводами, еще до полуночи собрались люди. Рождество в этом храме – так называемый престольный праздник. Он дал имя собору. Богатое внутреннее убранство, великолепный иконостас и дух древности – единство. В ночь с 6 на 7 января в храме собралось столько людей, что войти внутрь было сложно. Присутствовал на богослужении и губернатор региона. Рождественская служба особая. Храмы украшены еловыми ветками, в них сооружены вертепы, отсылающие к известному библейскому сюжету. В храме Спаса на Яру в преддверии службы состоялся концерт народных духовых инструментов. Подготовил его алтарник храма. В перерывах между двумя службами в подарок прихожанам звучали этнические мотивы. Я в свое время собрал коллекцию этнических духовых инструментов. Вот у меня сейчас в руках. Это русская свирель. Она очень большая. Это басовая свирель. Очень редкий экземпляр. Такие не встречал даже в музеях. У меня в коллекции, которую я собрал, два армянских дудука, три свирели, есть пимак, это индейский инструмент, есть окорины. В пещере, куда в ненастье пастухи загоняли скот, близ города Вифлеем. Этой ночью у Девы Марии родился Сын Божий. Спеленав младенца, она положила его в каменные ясли. Евангелие гласит, что первыми весть о рождении Спасителя услышали пастухи неподалеку. Поклониться младенцу пришли и волхвы, следующие за звездой, возвестившие появление непростого человека на земле. Прошло две тысячи лет, а верующие все так же приходят в храмы, чтобы вместе встретить светлый праздник. Пока в художественном музее в самом разгаре ремонт второго этажа, в камерных залах первого сотрудники решили выставить самые любимые произведения посетителей. И, надо сказать, в ином пространстве каждый из шедевров музея заиграл совершенно новыми красками. Посетителю со стажем все эти несомненные шедевры 18-го, середины 19-го века знакомы хорошо. Обычно они открывают анфиладу залов второго этажа Величественного дворца эпохи классицизма, в здании которого музей располагается с 1980 года. Это произведение, составившее основу современной коллекции музея, поступали в собрание с 1913 года из разных источников, из частных коллекций, через Государственный музейный фонд, а также при национализации помещичьих усадеб. Начинается экспозиция с портрета Александра Невского. Эта работа подписана, то есть мы знаем имя художника, который создал эту работу. Скорее всего, это крепостной художник Федор Лысов. Рядом два замечательных совершенно портрета, а также неизвестного художника. Это женский и мужской портрет дворян рязанских, которые поступили к нам после революции, после национализации помещичьих имений. Удивительно проникновенные образы, выполненные не совсем умелой рукой художника. Это, скорее всего, самоучки, но они удивительно такие теплые, трепетные. Их очень интересно разглядывать и думать о судьбе этих людей. Итак, в этом зале представлены портреты 18 века. Но завершает его большое полотно Айвазовского, на фоне которого проходили все новогодние мероприятия минувших праздников. Следующие залы – век 19. Это «Венецианов, крестьянка с бабочками», это портреты Василия Андреевича Тропинина, это работы нашей рязанской художницы Надежды Дубовицкой. Ну и те произведения, которые очень вписываются в круг эпохи классицизма, в круг этих художников, потому что действительно само здание нашего музея – это дворец конца 18-го, начала 19-го века, величественная особняк эпохи классицизма, в котором очень органично существуют и наши шедевры. Коллекция живописи, графики, скульптуры отечественных и западноевропейских художников 16-го – 21-го веков. Сложившаяся за 110-летнюю историю существования музея насчитывает более 15 тысяч экспонатов. Не все из них доступны широкому зрителю. И в рамках выставки «Встреча с шедеврами» можно увидеть некоторые произведения, которые большую часть времени хранятся в фондах. Но и те, что постоянно украшают стены музея, в этом обрамлении открываются с новой стороны. До середины февраля выставка доступна к посещению. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире.